Владимир, приветствую вас в нашей студии. Вы кандидат в президенты. И первый главный вопрос, что вас мотивировало пойти на такие сложные условия и на такую важную должность? Проще придумать легенду, что меня мотивировало, чем ответить на этот вопрос. Потому что нет конструктивного ответа. В один прекрасный день ты понимаешь, что ты президент. Что ты должен участвовать в избирательной кампании. То есть это процесс осмысления. В нем есть несколько каких-то стадий. Принятие, отрицание, внутренний конфликт. У меня было две недели внутреннего конфликта. Я две недели вел борьбу с самим собой. Принимать мне участие или не принимать участие. Это был вопрос не денег, вопрос не проекта как такового, а вопрос осмысления себя президентом. То есть в тот момент, когда ты понимаешь, что ты вступаешь в президентскую кампанию, ты должен знать, что ты президент, не кандидат в президенты. Ты президент, который идет на свою должность через определенную процедуру. Для тех людей, которые за тебя проголосуют, ты останешься президентом навсегда. Как президент ты должен осмысливать себя через призму государства. Ты должен чувствовать себя государством. Ты больше не человек. И вот это осмысление, по сути, убивает в тебе того человека, которым ты был до этого. То есть есть выбор. Ты расстаешься со своей прошлой личностью и становишься чем-то новым, еще непонятным. Либо не расстаешься. Это всегда страшно. То есть это маленькая смерть. Ты меняешь сам себя не наркотиками, не алкоголем. Не меняешь место жительства. Ты меняешь собственную личность. Поэтому как это произошло, в какой момент, я точно не помню. Но помню, что это было достаточно сложно. Ваша семья как восприняла эту информацию? Насколько она была готова к тому, что вы другая личность? Все, что происходит со мной, все мои проекты всегда воспринимаются абсолютно всеми участниками моей семьи. Исключительно положительно, с полной поддержкой и пониманием. Раньше вы были политтехнологом и даже политтехнологом Арсения Яценюка, когда он баллотировался в президент. Даже? Это что? Какое-то что-то очень высокое. Ну вы скажите. Были люди посерьезнее. Например? Не скажу. Хорошо, тогда давайте об известных фактах. Вам опыт политтехнолога, он насколько сейчас помогает? Или может быть он мешает баллотироваться? Опыт политтехнолога помогает мне на все 100%. У меня есть еще товарищ, который также является очень известным политическим консультантом, политическим технологом. Я прибегаю в некоторых моментах исключительно к его помощи, для того, чтобы знать мнение специалиста отстороненного, безэмоционального, который не внутри процесса. А так у меня только основной политтехнолог у меня один, это я. Я свой собственный проект. И вот человек, который я ему очень благодарен, не буду говорить, как его зовут, до выборов, после выборов скажу. А кто ваша целевая аудитория? У меня нет целевой аудитории. У меня есть люди, за которые меня проголосуют. Это люди думающие, люди, которые стремятся к самообразованию, стремятся к культуре, люди, которым не хватает себя в этой стране, не хватает страны, этой страны в себе. Люди, которые договорились сами с собой о том, что они не трогают страну и с государством. О том, что они не трогают государство, а государство не трогает их. Это самодостаточные люди, которые создают свой быт, которые не надеются на пенсии, которые не надеются на государственные пенсии. которые делают все возможное, чтобы законными путями, может быть, не всегда законными, уйти от налогов. Только потому, что они не считают, что государство принимает участие в их жизни. Они не мешают государству, государство не мешает им. Это такая договоренность. И это, конечно же, люди с, я называю это, с политической депрессией. Люди с гражданской политической депрессией. Люди, которые потеряли надежду на то, что в стране что-то возможно с их участием. Люди, которые чувствуют себя ненужными государству. При этом они все очень умны, образованы, либо стремятся стать очень образованными, очень умными. Люди культурные, со вкусом, безусловно. Ну, то, что вы говорите, да, по поводу ухода от налогов, это в некотором смысле перекликается с либертарианцем Геннадием Балашовым. То есть вы делите в данной ситуации похожую аудиторию. Нет, я считаю, что налоги должны быть. Это люди уходят от налогов. Я не говорю о том, что я отменю налоги. Мне неприятно сравнение с Балашовым. Давайте поговорим. Вот вы, опять же, сейчас очертили, что это люди, готовые к самообразованию. В принципе, я не увидела, да, чтобы в вашей программе образование занимало какое-то важное место. На ваш взгляд, какие пункты вашей программы являются первоочередными, которые обязательно нужно воплотить? Первоочередным является пункт, за который меня чуть было не сняли с регистрации. Это возвращение с поконвичных территорий украинских, которые сейчас принадлежат другим государствам. Мы находимся в очень странной рамке сейчас. С одной стороны, мы требуем вернуть Крым, который захватила Россия. С другой стороны, мы требуем вернуть Крым, который захватила Россия 5 лет назад. При этом не требуем вернуть территории, которые захватила Румыния, Польша, условно, 100 лет назад. То есть, я правильно понимаю, что если Россия 90 лет не будет возвращать Крым, то мы уже перестанем требовать и Крым. Украина должна либо требовать вернуть все территории от всех государств, либо не требовать ни от какого. Поэтому Крым возможно вернуть исключительно в рамках процедуры возвращения всех территорий, которые ранее принадлежали Украине. Это логично. Это основной, самый главный пункт. Второй по главности пункт. Хорошо, а мы потом вернемся к этому пункту еще раз. Давайте с возвращением территорий. До каких рамок вы хотите восстановить территорию? Это Киевская Русь или с каких? Максимально больших и максимально выгодных для Украины. Требование вернуть территорию это инструмент внешней политики. Украина становится игроком на рынке внешней политики. Я говорю рынок, потому что политика это продукт, который продается. Единственное, что сейчас есть у Украины, это внешняя политика. Внутренней политики нет. Есть мелкое внутреннее политическое интриганство. То есть вот эти все дяди в розовых рубашках и в желтых галстуках, которые пилят потоки, следят за судами, прокуратурами, СБУ, бюджетными комитетами. За всем чем угодно. Считают, что они занимаются политикой. Они не занимаются политикой. У нас нет в Украине политики. У нас есть мелкие барыги и мелкое политическое интриганство. Но есть внешняя политика. Инструмент внешней политики возвращения территорий очень мощный и очень сильный. Украина в любом случае не будет выглядеть терпилой. Она будет выглядеть агрессивным государством, которое хочет восстановиться в максимально выгодных для себя рамках территории. Это очень важно. Ну вот поправьте меня, если я не права, но сейчас все ориентируются на послевоенный раздел и границы после 1945 года. Я бы пошел дальше. Вы бы пошли еще дальше, да? Ну а вот каким путем можно этого добиться? Это дипломатические инструменты, военные инструменты. Главное начать дискуссию. Главное влезть в эту дипломатическую драку. А там будем смотреть. Если вы ждете от меня четкого плана на ближайшие 20 лет, я, конечно же, не достану его сейчас из кармана. И я считаю, что посольства всех стран будут делать все возможное, чтобы человек с таким пунктом в программе не стал президентом Украины. Потому что это невыгодно ни одному европейскому государству, ни американскому государству, Соединенным Штатам Америки, ни российскому государству, ни всем остальным. У вас есть кандидат в министра иностранных дел, который бы смог реализовывать вместе с вами эту сложную программу? У меня сейчас нет ни одного кандидата, у меня нет команды. Я считаю, что кандидат в президенты, который заявляет о том, что у него есть команда, и эта команда идет с ним, организовывает преступную группу, с которой заранее договариваются о том, как он будет делить Украину. У нас было пять президентов, у всех пяти президентов были команды. Чем занимались эти команды, мы все прекрасно знаем. Всех членов этих команд, президенты, их друзья, стеснялись и жалели посадить, стеснялись и жалели наказать. Поэтому у президента не должно быть команды, друзей и единомышленников. Это прямой путь к воровству и так называемой коррупции. Я называю это не коррупцией, а жлобством. Поэтому команда президента должна собираться уже после инаугурации из тех людей, с которыми у него конфликт. Эти люди должны следить за тем, чтобы президент работал. А президент должен следить за тем, чтобы эти люди, враги, его враги работали. То есть это не открытый конкурс, это исключительно враги должны быть? Пускай это будет открытый конкурс, закрытый конкурс, какой угодно. Но мы должны понимать, что у президента с этими людьми всегда должен быть конфликт. Потому что они не должны договариваться. В тот момент, когда президент со своей командой договаривается, все, страны нет. Есть заработок отдельно взятой группы людей. Это заработок криминальный, незаконный, контролируемый вручную изнутри. Вот и все. Я вам, извините, напомню Абрамовичу, Сакварелидзе. Как бы я ни относился к заезжим гастролерам, к нам, они же не смогли стать друзьями, членами команды. По одной простой причине. Им непонятно, как можно пилить. Ну вот им просто непонятно. Они действуют в другой рамке. Они понимают, что на них смотрит мировое сообщество. Им еще работать в других странах. В тот момент, когда люди не способны к внутренним жлобским договоренностям, система их выбрасывает. Поэтому всю систему нужно строить именно из таких людей. Из людей, которые не способны между собой договориться. Пускай они конфликтуют, но пускай при этом они работают и не пилят. Чтобы закончить уже тему этого пункта, вы сказали, что из-за него вас не хотели регистрировать. Какой был аргумент, какой конкретно закон в данной ситуации вы нарушали? И какой аргумент был, чтобы вас в конце концов зарегистрировали? Это лучше спросить у моего доверенного лица, который стоит там. Мне просто сказали, что это был конфликтный пункт, из-за которого меня не хотели регистрировать. Хорошо, давайте перейдем ко второму. По значимости какой это пункт? Я хочу сказать, что все пункты равноценны по факту. Просто, к сожалению, мне их приходится нумеровать, потому что нельзя каждый пункт поставить первым номером. Поэтому я не столько считаю кто-то какой-то главнее, какой-то менее главным. Просто раз в очередности приходится их раскладывать линейно, то будем раскладывать. Второй пункт – это изменение статьи Конституции Украины о разделении церкви и государства. У нас есть Конституция, в ней написано, что держава и церква – разделение. Я считаю, что его нужно изменить. Церковь и государство должны быть в Конституции объединены. По одной простой причине. Потому что по факту церковь и государство в Украине объединены. В Конституции написано вранье. Когда в основном законе Украины написано вранье, вся страна, естественно, превращается в фарс. Поэтому давайте честно себе признаемся. У нас церковь и государство объединены. Епифаний – это еще один министр в нашем кабинете министров, просто не назначенный. Томас – это один из государственных проектов. Это проект религиозный и, между прочим, тоже инструмент международной политики, которую Украина использует. Государственные праздники у нас – Пасха и выходные. Пасха, Покрова, Рождество и еще какие-то религиозные праздники. То есть мы, наше государство, полностью соприкасается с религией. На Пасху наши руководители государства идут в церковь, их там снимают, транслируют это на всю страну. Представьте себе, в новогоднюю ночь 10 минут обращения, на Пасху – часовая трансляция. Как президент с семьей, причем каждый президент с каждой семьей, кабинет министров, стоят грустно со свечками в храме. Есть каналы, которые обязаны транслировать, есть каналы, которые это не обязаны транслировать. Представьте, в Украине есть каналы, которые обязаны транслировать в Пасху, в государстве, которое является государственным выходным, руководителя государства и членов кабинета министров. Ночью, ну то есть, конечно же, государство объединено с церкви, это очевидно. И нам нужно признать этот факт и прописать его в Конституцию. На самом деле транслируют это уручистости за участи президента Украины, тут трошечки инше. Але, вот, да, перейдем, вернемся на русский. Давай эту украинскую, на пытание. Я хочу, ну мы уже с вами начали российскую. Мабуть, у вас есть прихильники и у Российской Федерации, потому что вы работали там на телебачене, на канале «Пятница», правильно? Я не работал на канале «Пятница». Украинский продакшн снимал проект по заказу российского телеканала «Пятница», и я снимался в этом проекте с Жанной Бадойвой, да, как ведущей туристической программы. Прекрасный опыт, великолепный, объездили много стран. Жанна прекрасный профессионал, человек, с которым, ну, просто в радость было работать. Я никогда не видел телеведущего профессиональнее. Меня этому многое научило, и, наконец-то, сбило оскомину, сбило вот это вот желание попасть с кем-нибудь из известных телеведущих в какой-нибудь известный большой проект. То есть в моей жизни это было, это очень приятно, и мне это, для меня это хорошая память. Вас не смущало в тот момент, что это уже все после аннексии Крыма, военных действий на востоке Украины? Нет, не смущало. Сейчас, вот если возвращаться, да, к вашему президентству, представим, что вы президент. Что вы предложите Владимиру Путину? Я не буду разговаривать с Путиным. Как вы относитесь к Российской Федерации? Как к любой другой стране, есть Российская Федерация. Это страна. Я с удовольствием, если будет возможность, съезжу в Ленинград, в Эрмитаж. Сейчас у меня такой возможности нет. И я не считаю для себя безопасным въезжать в Россию. Ну, а вот все-таки отношения Украины с Россией по факту война или войны нет? Военно-политический конфликт, безусловно. В отношениях между Украиной и Россией военно-политический конфликт. Можно его сейчас решить и каким путем? Нет. Я не считаю нужным его решать. Для Украины этот военно-политический конфликт очень нужен, он выгоден, он интересен. Единственное, что сейчас продает Украина мировому сообществу, единственное, почему Украина интересна мировому сообществу, это военно-политический конфликт с Россией. Мы больше ничего не продаем им. У нас больше ничего нет. Мы продаем этот конфликт, мировое сообщество благодаря этому конфликту вводит санкции, стрижет Россию, загоняет ее в темный угол, в медвежий угол. Поэтому, конечно, Украина здесь выступает в роли жертвы, но при этом я прекрасно понимаю, что Украина вровень с Россией в данной истории. И когда слабое, очевидно слабое государство вровень противостоит более сильному противнику, оно становится гораздо сильнее, чем этот противник. Вот все. Поэтому мы воспитываем новое поколение, поколение бойцов, поколение солдат. У нас новая армия, у нас новое понимание в стране. Спасибо большое за этот военный конфликт. Поэтому его нельзя останавливать, его нельзя заканчивать. Я понимаю, что это звучит дико с точки зрения простого человека, обывателя, с точки зрения людей, которые потеряли на войне близких, родных, друзей. Но с точки зрения государства, это позиция. Государство всегда должно принимать участие в военно-политических конфликтах. На своей территории, либо на чужих. Что вы готовы сказать людям, которые живут на оккупированных территориях, которые отрезаны от украинской цивилизации, и действительно тем, кто сейчас военным стоят там, тех, кто погибает, и родственникам тех, чьи дети, чьи родственники погибли хоть по одну, хоть по другую сторону? Работа солдата умирать, погибать за свою страну. Работа полицейского погибать, защищая гражданское население от преступников, если в этом есть необходимость. Чего они, в принципе, у нас не делают. К сожалению, работа столевара варит сталь, и он может получить травмы. И горячий стаж, это тоже медленная смерть. Каждая тяжелая работа, каждая тяжелая работа, вызывает риски смертельного исхода. В принципе, даже вождение за рулем, вождение автомобиля, езда по городу и переход на красный цвет, светофора, это, собственно, риски для жизни. Поэтому военным ничего не хочу сказать. Разве что пожелать им больше профессионализма, осознания себя военными, осознания себя воинами. Людям, которые живут по ту сторону военного конфликта, обывателям, нужно сказать только одно. Президентам должен сказать только одно, чего еще им не сказал наш президент, а должен был уже сказать сто раз. Он им должен сказать, что он их любит и что он их ждет в Украине, что он хочет, чтобы они вернулись. Не территории вернулись, а люди вернулись, потому что территории населяют люди, и люди самый главный ресурс этих территорий. И президент должен относиться к ним, как к гражданам своей страны. Он их должен любить, он их должен ценить. У нас президент забил на это. Он не любит их, может он тихоря любит, но не говорит им. Поэтому в любом случае президент должен сказать всем этим людям, что он их любит, ждет, что им ничего не угрожает. То же самое должны сказать жителям Крыма, что мы их любим, ждем, им ничего не угрожает. Это не относится к милитаристским самопровозглашенным правительствам. Нет, та группа военных преступников, которая пытала, казнила без суда, без следствия, она безусловно заслуживает наказания. Но этим, я считаю, тоже не должны заниматься украинские суды. Это нужно отдать на рассмотрение международных судов. Они должны этим заниматься для того, чтобы все было объективно. Что касается людей, никакие условно мелкие преступления, которые называют коллаборацией, извините, еще чем-то, их нельзя этим запугивать. Нужно сказать, мы вас любим, все совершают ошибки, возвращайтесь. Тогда вот по вашей логике, что Украине нужен этот военный конфликт для того, чтобы представлять себя на мировой арене. И вот вы президент, вы говорите людям, что вы их любите. Они все свергают власть, возвращаются. Военный конфликт закончен. Это фиаско? Нет, это не фиаско. Есть огромное количество военных конфликтов по всему миру, военно-политических. Сирия, Африка. То есть, если решается конфликт здесь, то не отчаиваемся, вступаем в другой конфликт? Более того, Украина постоянно принимала участие во всех военно-политических конфликтах. Советский Союз принимал участие. Огромное количество ЛМКов. Знаете такую народность? Огромное количество ЛМКов практически в каждой семье отслужили в Афганистане. Потому что это народность воинов. Они не понимают, как человек не может служить в армии мужчина. В смысле, он не воевал. У нас огромное количество людей, наемников, которые в поисках войны ездят по всему миру. Сербия, Югославия, Хорватия, все что угодно. У нас народ воинов. У нас казаки ездили, воевали всю жизнь. Наш народ воспитывали викинги, которые пришли с севера. Мы просто об этом забыли. Нас за 27 лет расслабили. Сказали, да ну ребята, ну что вы такие добрые. Развалили всю армию, которую мы собрали за 2-3 года заново. Вообще из ничего. Просто нужно вспомнить, что украинцы это нация воинов. В том числе. И мы должны принимать участие в военно-политических конфликтах. Наши люди должны ездить и должны воевать. Не легче ли тогда решить конфликт в Украине и перебросить все наши силы в Сирию? Решить каким образом? Ну вы же кандидат к президенту. Я считаю, что военно-политический конфликт нужно решать военно-политическим образом. Когда он решится, перебросим силы в Сирию. Пока не решится, будем воевать здесь. Вы просто сказали, что вы не будете говорить с Путиным, правильно? Да. С кем вы как президент готовы вести переговоры в политической части? С тем, кто будет после Путина. И то посмотрим. Хорошо. Ладно. Давайте вернемся к следующим пунктам вашей программы. Каким? Какие вы считаете еще тоже весьма важными? Да. Но я думаю, что мы все ваши пункты не успеем. Не охватим. Но вот мне интересно по поводу, например, вашей реформы МВД. Да. Вот давайте подробнее об этом. Я считаю, что Министерство внутренних дел – это единственное министерство, которое дискредитировало себя на все 100% и даже еще на 100% сверху. Ментов ненавидит каждый первый житель Украины. После реформы их ненавидит каждый первый еще и с половинкой. Потому что реформа была провальной. Надежда, которую дали, и которая оказалась разочарованием, дала повод к ненависти еще больше. В стране ментовский беспредел. Выборы это очень явно показывают. Аваков, который рассказывает о том, что он будет контролировать выборы, это по факту узурпация власти. ЦИК еще не делает никаких заявлений. Министр внутренних дел уже бежит впереди паровоза и рассказывает, как он будет садить каждого, кто взял паек. То есть министр внутренних дел угрожает бабушкам посадить их в тюрьму. Он, по сути, угрожает половине населения украинского посадить их, наказать их. Министерство внутренних дел, я хочу напомнить, в первую очередь, должно помнить о том, что оно не наказывает за преступление, у нас наказывают другие органы, а предотвращает их. Это их главная задача. У нас же как привыкли? Приезжают пять ментов в масках, кладут одного человека на пол, и там непонятно, что происходит. Потом везут его в отделение и ждут бесплатного адвоката или еще что-то. У нас есть в стране огромное количество людей, которые отслужили в армии, которые ценят жизнь, которые умеют обращаться с оружием, которым не нужно ходить в школы полиции и учиться там непонятно чему. Есть люди, которые должны, имеют полное право на бесплатное юридическое образование. Это те люди, которые пришли из армии. Есть люди, которые должны работать в защите общественной безопасности. Это люди, которые пришли из армии. Я считаю, что при любом задержании, при любом процессуальном действии, которое проводится с самого начала, должен уже присутствовать адвокат. Пусть это будет бесплатный адвокат, которого дает государство, но он должен присутствовать с самого начала. Не появляться через день после того, как человека в ИТТ макали головой в бочку, и не давали ему дышать, а появляться сразу на месте преступления. То есть выезжать на выезд сразу с группой полиции. Да, выезжать на выезд. Ничего страшного. Пускай посидит в машине, посмотрит, фиксирует все это на камеру. Это нормально, когда адвокат присутствует с самого начала. Не обязательно бежать впереди полицейских и кричать «убегай». Мы же понимаем, о чем говорим. И должна появиться такая должность, как общественный судья, громадский судья. Общественный судья – это любой гражданин Украины, который хочет принимать активное участие в процессуальных действиях, и который присутствует точно так же на этих процессуальных действиях, фиксирует их на камеру. И его показания используются уже в суде как показания особо важного свидетеля. То есть они принимаются к вниманию. То есть я, как человек, который не любит ментов, или там другой человек, который хочет следить за тем, чтобы соблюдался закон, который не доверяет государству, он приезжает, его берут с собой на любое процессуальное действие, он приезжает туда и следит, чтобы все было в порядке. Не понятые, которых у нас собирают из бомжей и водят за ручку менты с собой, а нормальные граждане Украины. Это хорошая, правильная гражданская позиция. Эти люди также должны иметь право на бесплатное юридическое образование, если пожелают, и возможность работать в судебной системе дальше. Мы должны выращивать новых судей с улицы, с маленьких. То есть просто брать людей, которые хотят этим заниматься. То есть это нештатные сотрудники, это просто, да, вот эти вот судьи, то есть они не получают зарплату. То есть в тот момент, когда они занимаются общественной деятельностью и, допустим, там, не знаю, работают в IT-сфере. Когда выезжает полиция, им звонят. Они приходят. Они приходят, бросают все. Да, и в суде рассказывают о том, что они видели. Вот есть видео, они пишут объяснение, как происходило задержание, что, на их взгляд, было правильным, что неправильным, как реагировали сотрудники полиции, как реагировал задержанный и все остальное. Система охраны правопорядка должна полностью контролироваться гражданами Украины. У нас в стране еще не было ни одного генерального прокурора из адвокатской среды, ни одного заместителя генерального прокурора из адвокатской среды. У нас то же самое не было в Министерстве внутренних дел. Почему у нас на такие должности назначают только тех людей, которые научены наказывать, научены обвинять? Это же одна юридическая плоскость. Прокурор и адвокат – это два участника одного процесса. Понимаете? Но адвокатура при этом у нас очень слабенькая, а прокуратура у нас при этом очень сильненькая. Давайте назначим в прокуратуру хотя бы на должности зам генпрокурора, либо в прокуратуре районы людей, которые выучились, которые занимаются адвокатской деятельностью. Вы посмотрите, как поменяется ситуация, потому что взгляд прокурора и адвоката – это два совершенно разных взгляда. Прокуроры уходят работать в адвокаты, кстати. Почему адвокатов не забирают назад в прокуратуру? Вы для того, чтобы предлагать реформу МВД, вы изучали опыт других стран или это исключительно ваша идея? Это исключительно моя идея. Подобного нет ни в одном государстве. Во всех государствах Министерства внутренних дел – это карательный орган. Жесткий карательный орган с правом на силу, с правом на беспредел. То, что нам показывают про американскую полицию, про европейскую полицию, везде есть, опять-таки, так называемая коррупция. Это называется полицейская. Не называется это коррупцией. Это беспредел. Везде есть полицейский беспредел. И одна из стран должна показать другим странам, например, как все должно быть. Единственный пример такой странной полиции – это страна Исландия. Там полицейские не ходят с оружием, чтобы вы понимали. Там у них нет оружия. Они задерживают голыми руками. Но уровень криминалитета в Исландии такой, что, как вы знаете, один российский турист пытался там ограбить банк. Никто не понял, зачем он это сделал. Потому что не было понимания того, куда он собрался бежать с этого острова с этими деньгами. Достаточно небольшой плотность населения – три человека на квадратный километр. Поэтому очень низкий уровень преступности. Полицейским не нужно оружие. Вот мы с вами как-то быстро прошли тему религии, церкви и государства. Я просто хочу сейчас к этому пункту тоже вернуться. Когда вы говорите о соединении, о том, что там эпифаний, он и сейчас, скажем так, практически при должности. Но это же последние несколько месяцев только, и только при президенте Петре Порошенко. До этого, не считая тех трансляций, которые вы говорили, и какой-то декларацией о любви к Богу и к церкви наших президентов, таких ярких проявлений особо не было. Как вы считаете, это вообще такая тенденция к большей православизации Украины? Тенденция была всегда, просто она была не показной. Всегда президенты ходили на службы, на религиозные праздники, всегда их снимали. Всегда все знали, что Янукович дружит с кем-то, с Кириллом, что Новинский дружит с настоятелем Лавры Павлом, что одни депутаты ходят в эту церковь, другие в эту, то, что здесь можно растамаживать машины, не платить налоги через церковь, здесь можно еще что-то. Церковь, что здесь батюшки агитируют голосовать за тех, за тех, за тех, а здесь за тех, за тех, за тех. Здесь наделы бесплатные земли под монастыри. Всегда церковь была объединена с государством, потому что она всегда была и управляла мыслями и действиями руководителей государства. Вот и все. Поэтому то, что в последние два года это вдруг вытащили, сказали, вот теперь смотрите, мы сделаем это официально, ну, спасибо, начали говорить правду. Это какую конкретно церковь? Это православная церковь Украины? Любая православная церковь. Их же, в принципе, получилось так, чтобы несколько у нас сейчас. Каждая церковь должна быть объединена, обложена налогами, как институт внесена в реестр, государственный институт, должна быть лицензирована. И запущен проект уже сотрудничества церкви и государства. Когда я говорю... Как Саудовская Аравия, то есть должна быть определенная еще ветвь такой религиозной власти, которая влияет на все решения в стране? Когда я говорю о объединении церкви и государства, все очень сильно напрягаются, потому что думают, что я играю в пользу церкви. Я играю в пользу государства. Я считаю, что государство должно контролировать церковь, а не церковь-государство. Ну, то есть вот это должна быть еще какая-то отдельная ветвь власти или министр православных дел как... Называйте, как хотите. Министр православных дел, кто у нас там... Верховнокомандующий, главнокомандующий церковных войск, Министерство культуры и религии, там или Министерство религии отдельно. Ну, не вопрос. Название придумать это уже... Я не придумывал название, простите, пока что. Но я обязательно начну придумывать. Что касается православизации Украины, Определение Украины как православного государства тоже очень мощный инструмент в военно-политическом конфликте с Россией. Россия в данный момент монополизировала право на православие. Она называет нас раскольниками. Что касается Константинополя, Константинополь настолько разветвленная история, необъединенная, что она... Что ей проще закидывать историю про то, что мы раскольники. Вот. И объявление Украины православным государством, каковым оно по факту опять же является. Это не означает притеснение других религий. Наоборот. Это даст возможность другим религиям развиваться. Объявление Украины православным государством дает мощный козырь в войне с Российской Федерацией. В идеологической войне в первую очередь. Что такое православие? Что такое вера вообще? Это монополизация на спасение. Это монополизация надежды на то, что после смерти ты останешься живым. Что с тобой будет что-то происходить. Что ты будешь там с ручками, с ножками бегать по раю. В тот момент, когда Украина заявит о том, что она главное православное государство и что православная церковь автентичная, настоящая здесь, а все в России раскольники и все, кто в России поклоняется раскольничьему Богу в раскольничных церквях, будут гореть в аду, вот тогда мы посмотрим, что начнет происходить внутри страны. Даже если 20%, 30%, 50% россиян, это моя надежда, пускай 20% россиян в это поверят, вы не представляете, какой хаос начнется. А у нас все попадут в рай. Давайте тогда к уже еще двум пунктам коротко вашей программы. Это по поводу пенсионного фонда, который вы считаете нужно убрать, правильно, да, государственный. Каким образом обеспечивать пенсии? Коммерческие пенсионные фонды. Это касается уже пенсионеров, которые сейчас, да, могут платить, а тех пенсионеров, которые уже сейчас пенсионеры? К огромному сожалению, их нужно принести в жертву. То есть перестать платить пенсии вообще. И им раздавать, собственно, тот хлеб бесплатно, о котором вы говорите в другом. Скажите мне, пожалуйста, почему для защиты границ, физических границ суверенного государства мы можем отправлять на смерть взрослых дееспособных мужчин, а для защиты экономического суверенитета государства мы не можем пожертвовать немощными бабушками и дедушками? Почему эту жертву кровавую мы можем принести, а вот эту жертву мы не можем принести? В первую очередь, если мы говорим о контрактной армии, то это взрослые люди, которые делают свой выбор. А у нас контрактная армия сейчас воюет? Ну, в основном сейчас, да. Понятно. Хорошо. Хорошо. И тогда скажу, что пенсионеры, которые доверились государству, доверяли ему 25 лет, тоже сделали свой выбор. Ничего не поделаешь, государство обмануло. На этой оптимистичной ноте мы с вами и закончим. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Владимир Петров, кандидат в президенты Украины, был гостем нашей студии. Смотрите нас в YouTube, на Политека Онлайн и подписывайтесь на наш канал.